Станьте спонсором канала. За 99 рублей в месяц вы получите индивидуальный доступ к новым выпускам развлекательно-познавательных программ. Это предложение исключительно для желающих и ценящих данный вид контента. Поддержите нас и подарите возможность удивлять вас каждый день. Семеро детей школьного и дошкольного возраста из семьи Чарыевых погибли в результате пожара, сообщает Туркмен Ньюс. Трагедия случилась в селе Бамылы, Этрапа Горбан Салтан Эдже в Туркменистане. Родителей дома не было, они ушли в гости к родственникам в соседнее село. Вместе с ними были ещё двое детей. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность газового отопления или нарушение техники безопасности при его использовании. В настоящее время прокуратура проводит расследование. Районная администрация предоставила семье временное жильё. Односельчане также оказали поддержку погорельцам. 32-летний чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов объявил, что получил предложение от трёх футбольных клубов, сообщает Яни Шафак. Я получил предложение от команды Аль-Васл из Объединённых Арабских Эмиратов. Затем Фенербахче сделал мне предложение и Златан Ибрагимович пригласил меня в Милан. Спортсмен по смешным единоборствам неоднократно заявлял, что устал от ММА. Очень любит футбол, часто играет с другими бойцами и хочет настоящих соревнований. Российский боец является болельщиком испанского футбольного клуба «Реал» из Мадрида. В начале января этого года российский боец принял участие в футбольном матче, выступив в одной команде с бывшим игроком королевского клуба Кларенсом Зейдорфом. Их соперниками стали бойцы Ислам Махачев и Абубакар Нурмагомедов. В 2018 году Нурмагомедов встретился на матче «Реала» с бывшим игроком этой команды Криштиану Роналду. В октябре прошлого года российский спортсмен в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории, победив удушающим приемом американца Джастина Гэджи. По окончании поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в связи с смертью отца Абдулманапа Нурмагомедова, который умер в начале июля прошлого года в результате заражения коронавирусной инфекцией. Мусульмане города Абакан в республике Хакасия обратились за помощью к единоверцам. Нужна материальная поддержка в строительстве Дома Аллаха, которая осуществилась после восьми лет судебных тяжб с администрацией города. Нашим солнечным республикой Хакасии в городе Абакане строительство Дома Аллаха, алхамду лиллях, продолжается. Аллахамду лиллях, мы сейчас, которые маленькие куполы в свое место поставили, еще мы сейчас решили в передний час тоже четыре такие купола поставить. И еще пилос, самый огромный, самый главный большой купол уже сделан из Челябинской области. Иншаллах, через два недели, по воле Аллаху, если Аллах позволяет, он будет отправиться сюда. Пророк Мухаммад мир ему уговорил. Тому, кто построит мечеть, даже с размером гнезда Куропатки, Всевышний построит дом в раю. Если есть темы и события, которые вы считаете, что нужно осветить, напишите нам.